Над администрацией Барака Обамы сгущаются тучи. В среду министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус вновь была вызвана на Капитолийский холм. Там члены Сенатского комитета по финансам потребовали от министра новых ответов на вопросы относительно сбоев в работе федерального веб-портала healthcarecare.gov. Реформа медицинского страхования грозит провалиться еще не начавшись, и ее авторам надо срочно принимать меры. Продолжение темы материали Вадима Оленичева. Работу, точнее недоработки, администрации Белого дома на сайте healthcare.gov сегодня критиковали уже и республиканцы, и демократы. Как известно, он был запущен 1 октября, с тем, чтобы у публики было в распоряжении 3 месяца до начала программы всеобщего страхования 1 января. К сожалению, перебои в работе сайта пока не позволяют миллионам американцев оформить долгожданную медицинскую страховку. В среду шишки вновь сыпались на голову министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус. Сенатор-республиканец Орин Хэтч выразил недовольство тем, что поначалу администрация Белого дома лишь рассыпалась в похвалах в адрес авторов проекта, не ставя никого в известность о существующих недоработках. Вслед за Хэтчем и его коллега-демократ Макс Бокус отметил, что, будучи сторонником всеобщего страхования, он лично потратил два года на юридическую доработку Билля. При этом, сказал Бокус, сообщения от Минздрава о ходе подготовки сайта были совершенно неинформативны. «Пора бы уже устранить проблему», — сказал сенатор. Еще более категорично высказался по ситуации республиканец из Южной Каролины Тим Скотт. «Вот уже более месяца мы имеем дело с наихудшей интернет-катастрофой в истории. После того, как было потрачено почти 400 миллионов, веб-сайт медстрахования представляет собой полный провал». В подтверждение критики в адрес Минздрава министр Сибелиус признала, что число американцев, сумевших подписаться на программу, остается очень низким. Во всяком случае, речь идет не более чем о десятках тысяч, хотя программа должна была бы охватить миллионы. Правда, это по-прежнему означает, что авторы программы имеют дело с перебоями в работе веб-сайта, а не с отсутствием интереса со стороны населения. Но именно поэтому официальным лицам надо торопиться. Впрочем, они и сами это понимают. «Наша задача – восстановить сайт в течение этого месяца, чтобы затем и могло воспользоваться большое количество незастрахованных граждан». Сегодня же стало известно, что Тони Тренкл, главный менеджер ответственной за информационный контент на сайте, уволен со своего поста. Пока что это наиболее высокопоставленный чиновник, понесший наказание за провал веб-портала. Если скандал вокруг сайта, а это уже настоящий скандал, затянется, полетят головы и у чиновников администрации рангом повыше. Вадим Оленичев, телекомпания РТВИ.